Власти региона выделят почти 3 миллиарда рублей на закупку льготных лекарств в 2020 году. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Таким образом, расходы на это вырастут вдвое. Сейчас в регионе более полумиллиона жителей имеют право на получение бесплатных лекарств, среди них инвалиды по 12 на залоге, а также страдающие редкими или орфанными заболеваниями. Как отметил Максим Забелин, большинство льготников отказываются от получения лекарств, предпочитая денежную компенсацию. По данным Пенсионного фонда, из 318 тысяч инвалидов 80% отказались от препаратов и получили деньги. В Минздраве Республики отмечают, что это увеличивает нагрузку на бюджет. Право на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами при отказе от набора ставных труб, услуг в этом не утрачивается и реализуется за счет регионального бюджета. По словам Радиохабирова, потребность в медикаментах очень высока, так как количество льготников с каждым годом растет. Кроме того, в рамках национального проекта в Башкортостане на оснащение больницы, поликлиник направлено 4 миллиарда рублей. По словам главы Республики, идет, цитата, «беспрецедентное финансирование всех наших учреждений здравоохранения». Руководитель Башкортостана поручил продолжить контроль качества оказания медуслуг и пресекать нарушения. Любой звоночек с откуда ли вы, с территории, о том, что нет лекарственных средств, по крайней мере, те, которые должны быть в обязательном порядке, это рассматривать надо как ЧП. Чтобы у нас вообще, мы забыли время, когда там людей заставляли собственными там простынями приходить. Добавлю на реализацию национального проекта здравоохранения в Башкортостане до 2024 года направят 16 миллиардов 400 миллионов рублей. Из них более 7 миллиардов предназначены для борьбы с кардио- и онкозаболеваниями, строительства новых корпусов и поликлиник.